Взяли ситуацию в свои руки, так как руководитель республики Хабиров не справляется со своими должностными обязанностями. Это говорим мы, многонациональный народ республики Башкортостан. Тысячи человек у здания районного суда города Баймак в Башкортостане требуют отставки главы республики ради Хабирова. Позор! 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 Хабиров написал донос на местного активиста Фаиля Алсынова. Тот участвовал во многих протестных акциях в республике, в том числе выступал за сохранение горы Куштау. Также мужчина возглавлял национальную организацию Башкорт, выступавшую за суверенитет Башкортостана. После объявления Путиным о мобилизации Алсынов написал несколько антивоенных постов в соцсетях. В огонь брошены самые умные, смелые, молодые люди Башкортостана. Это геноцид народа Башкортостана. Сейчас не время стоять с оружием в руках. Приговорил Алсинову Фаиля Фактаховича признать виновным в совершении преступления в предусмотренной части 5 статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 104 года. В эту среду суд вынес Фаилю Алсынову приговор, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. Все, что происходит в Баймакском районном суде, все, что сейчас происходит на данном этапе, ничего общего ни с правом, ни с юриспруданцией, ничего общего не имеют. Процесс над активистом проходил в закрытом режиме. Правозащитники намереваются обжаловать решение суда. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ. Свободу! 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 После оглашения приговора митингующих возле здания суда стали задерживать. Протестующие скандировали «Свободу» и «Фаиль, мы с тобой». В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускали автомобили. По оценке российских СМИ, это самая масштабная акция протеста с начала полномасштабного вторжения. На одном из десятков видео участник митинга предположил, что на улицу вышли 15 тысяч местных жителей. И вот важная особенность этого протеста заключается в том, что он на самом деле носит антивоенный характер. Я с первого дня говорил, что СВО в национальных регионах вот этими людьми будет воспринято негативно. И оно, собственно говоря, так и получилось. И у него в его выступлениях где-то вот эта мысль звучала, что какого черта наши парни гибнут там в Украине, ради чего. Как утверждают участники митинга, против них был применен слезоточивый газ. «В отношении населения применили слезоточивый газ. Мало того, что избивают дубинками, алюминиевыми щитами, вот еще люди травят слезоточивым газом». Также свидетели утверждают, что в городе стали глушить интернет. Телеграм-каналы, освещавшие события в Башкортостане, были заблокированы. «Это протест такой, во-первых, что называется, глубинного народа, нелиберальный. И это протест националистический, башкирский этно-национализм. То есть в основе его лежат эмоции, связанные с недовольством Москвы». «Вы что делаете?» Известно, что пострадало несколько человек. «Зачем избиваете? Почему избивают? Ну вот смотрите, что делают, смотрите! Дай команду, дай команду мирным путем защитить, без челового применения». «Ничего не применения!» «Смотрите, вы не избивают! Почему? Что делаете?» «Власти республики и МВД официально никак не комментируют происходящее. Новое требование протестующих – освободить задержанных». «Позор! Позор! 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 Позор!»